ну до 5 лет хорошо мне всегда вот интересно было понять воспоминания которые с детства которые мы позабыли уже много с нами происходило в детстве почему мы только помним какие-то отрывки мне всегда хотелось вернуться к истокам походить побродить повспоминать может быть подключаться с теми людьми жизнь меня помотала такой прям родины родина советский союз родился в магадане значит год прожил потом у меня мама перед 2 отца у меня не было в армении получилось то есть в армении в армении я был один русский ребенок в детском садике и спал отдельно но была отдельная кровать проходшим воспитателями у меня была новая подушка и они за мной следили потому что я этой подушкой типа мол арменят маленьких бил этой подушкой что еще интересно было еще было то что я как-то их накормил пластилином бобертки из-под конфет вложил и им то ли менял то ли дарил я сейчас уже конечно не помню вот разговаривал я на армянском только маме мне было сложно со мной общаться она все время уточняла у воспитателя что он мне хочется просит на этом пописать хочет там водичка у тебя просит вот потом как так получилось что вам не захотелось бы я там школу пошел и после выпускного она меня перевела бабушки в деревню в приморский край где-то успешно значит вот год до школы и дружил с друзьями ходил бегал помогал бабушке я помогал очень много сильно потому что все трава были на мне вода была на мне там могла сколоться таскать вот почему него у него не очень полный второй или третий был сожитель у бабушки но он алкоголик был и практически от него толку было мало там свиней не то резал периодически вот и я там значит до второго класса во второй класс меня мама забрала уже в Владивосток уже такого матерого прожженного я уже бучки там курил по за углам там знаешь уже там знал как там чё у девок под трусиками поэтому то есть я приехал туда такой уже заряженный заряженный а там Владивосток меня встретил я хочу вам сказать это что там все таки интеллигентно там одеты красивенько там вообще босиком бегали вот и у меня такой был инсайт интересный подружился сразу с самым сильным пацаном класса у нас с ним была война мы очень долго игрались я не помню не знаю там очень долго минут тридцать-сорок что ли пока мы не устали ходил на вольную борьбу такой был ниже меня крепкий был парню такая как объяснить знаете сразу сколько там было второй класс фигура была поэтому не было сложности отправиться в деревенский матер я на речке купался все хорошо и дальнейшем это отказал оказался это лишь как витковский квит молоток у него погоняла он тут личным телохранителем нашего там одного из известных мафиозе который потом я уже тоже состоял такие разные у меня моменты жизни были и дальше буду рассказывать можно практически книжку написать неплохую про мою жизнь интересно почему я это что я поеду я решил куда я еду я поеду в Владивосток по ближайшим скажем для меня локация и были бы не нормально там может быть приморских шмаковку съезжу бабушки роз но начнем с Владивостока так как это и ближе локация и основное время провел я там хочу походить побродить повспоминать свою молодость юность отрочество постричаться со всеми своими одноклассниками и друзьями интересоваться как они живут чем они занимаются так что вот такое мое решение еду я в Владивосток буду рассказывать значит вам там там тоже очень много чего интересного там у меня мальчишки из браконьеры там есть дейвингисты я про краб расскажу про медведок расскажу про трепан кому кстати надо будет вытяжка из трепанга с медом сделанная в правильных условиях и взятые у своих да она очень полезна она сильно поднимающий иммунитет у меня от рака помогает и от всяких других болезней пойду там на реке у меня там мальчишка есть который мухоморы собирает грибник с его грибов так скажем я и начал поход в этот мир грибной он сейчас развился наладил свое производство продажи грибов так что эти что кому будет интересно пожалуйста обращайтесь дам ссылочку мне вопрос не жалко и начал запускать ретрит поэтому я с ним тоже ретрит схожу вот я в Москве был на ретрите у Маши Марии классная женщина психолог помогает тоже берут недорого по сравнению с тем как хотят люди по 150 по 200 по 300 тысяч точно вообще за что понятно так что если что тоже порекомендую сходите к Маше какие проблемы если вы считаете что уже все дошли до точки на дне то пожалуйста обращайтесь всем поможем чем можем ко мне тоже обращайтесь за вопросы не задавайте буду всем все отвечать обязательно все всех обнял как говорится мне нравится выражение всех обнял до хруста